Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев, компания Geordi Travel. И сегодня мы проведем с вами день люкс, а точнее мы проведем день с компанией Antalya Lux, которая представляет вот такие частные яхты для того, чтобы вы могли классно попутешествовать по морским просторам Турции. Друзья, очень много туристов, приезжая в Турцию, хотят прогуляться вот по таким морским просторам, полюбоваться природой. Но в основном все туристы, приезжая, соответственно, в отеле отдыхать, встречаются с гидами и им предлагают, ну, обычные, скажем, фастфудные программы. Вы плывете на гигантском корабле, типа как он стоит, да, там долбит, кричит музыка, человек 100 на палубе находится. В общем, все такое фастфудное на самом деле. И, если честно, если начало этого путешествия выглядит классно, то под конец уже все уставшие и без сил. И на самом деле не все получают те эмоции, которые хотят. Я сам это знаю, потому что люблю очень, очень морские прогулки и дайвинг, вы, наверное, уже это знаете, да. И вот сегодня мне выпал шанс, и, в общем, мы договорились, да, с компанией Antalya Lux, что они покажут вот именно такой приватный отдых, вот такой классной частной яхте, которую и вы можете заказать очень легко и просто, перейдя ниже по ссылке под этим видео. И посмотреть все цены, сделать заявку и так далее. Работанные 24 на 7, вы можете заранее запланировать свою программу. Они могут быть совершенно разные, как от романтического выезда, заканчивая рыбалкой и, соответственно, днем рождения на борту. В общем, вариантов очень много. Сегодня мы отправимся с вами вот в это путешествие, чтобы показать, что так путешествовать можно, нужно. Отправляемся в плавание. Самый главный плюс, друзья, вот такой частной яхты, это в том, что вы можете полностью отправиться со своей семьей и плыть туда, куда вы захотите или по тому маршруту, который вы захотите. И, в принципе, никто вас не напрягает. Это очень такой важный, знаете, момент, когда вы сами с собой на одной яхте и, соответственно, капитан, да, сервис и все. Вы как-то себя чувствуете более комфортно, расслабленно и наслаждаетесь отдыхом, чем когда у вас куча-куча рядом на самом деле туристов. Ну, честно вам скажу, это факт. Кто плавал, тот знает. Напишите об этом в комментарии, если тоже со мной согласны. Друзья, маршрут на частной яхте вы можете выбрать, в принципе, любой, да, Саня? Да. И покататься как вы хотите, где хотите. Может быть, у вас будет какая-то специальная программа. Ну, в общем, во всем можно заранее договориться. Друзья, пока плывем, давайте кратко пробежимся по яхте. Хочу вам сделать небольшой обзор ее. Сейчас мы вот идем, выходим с вами на палубу. Палуба здесь гигантская. Видите, можно спокойно отдыхать, загорать, танцевать, все что угодно делать. Для меня большой плюс, что можно легко запустить отсюда дрон. Вот. Здесь у нас капитан, у него есть два, скажем, руля. Один сверху, другой снизу. В данном моменте у нас отличная погода, и поэтому он находится на, скажем, летней палубе. Да, ну, здесь в понятном обходе. Поэтому я сейчас хочу вас пригласить, посмотреть каюту. Маде, привет. Здесь, смотрите, у нас размещаются дети, диванчики. Можно посидеть, отдохнуть. Здесь еще один диван. Здесь полноценная гостиная. Смотрите, телевизор есть. Сходи, есть зарядка, можно зарядить электричество. Здесь еще один у нас такой диванчик. Вот, я как говорил, зимний вариант управления кораблем. Здесь у нас, смотрите, кухня. Ну, естественно, здесь вам все приготовят, вам не обязательно быть на кухне. Так, тут у нас каюта. Как вы видите, вот такая. Сейчас вам свет включу. То есть здесь спокойно можно прям отдохнуть. Даже если вам надоело ехать, можете лечь и полежать. Может быть, дети ваши отдохнут и так далее. То есть полноценная каюта, где можно вот так вот лечь и поваляться. Кстати, сейчас спросите, укачивать или нет. Вот сейчас мы едем на ходу. Нет, не укачивает, нормально. Ну, у меня и порог не самый, наверное, низкий, да, по укачиванию. В целом, есть иллюминаторы, можно вот так вот смотреть. Вот, даже шкафчик, смотрите. Вот. Так, здесь у нас, что еще с вами? Здесь у нас есть, соответственно, уборная. И вот даже душ, как вы видите. Туалет, раковина. И можно умываться, глядя на море. Так что, ну, интересненько, компактно, но все достаточно удобно. Так, выходим с вами. Так, здесь у нас что? Еще двери. Здесь у нас гигантская спальня, как вы видите, да? Двуспальная кровать, где тоже можно завалиться и отдыхать. Там здесь даже прохладненько, хорошо. И вот здесь, кстати, в этой большой комнате, есть свой отдельно персональный туалет и душевая кабина. Тоже, видите, есть иллюминаторы. На ходу, как говорил, не укачут. Обычно укачут, когда стоянка, да, какая-то корабль болтается. Ну, и здесь есть еще одна комнатка. Там, капитанные вещи не буду показывать. Вот так у нас выглядит частная яхта. Ну, а мы тем временем остановились на стоянку, где нас ждет обед, купание. И самое главное, я хочу вас познакомить с владелицей компании Antalya Lux, которая ответит на все ваши возможные вопросы. Так что смотрите обязательно это видео до конца. Пока. 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 Начинаем готовить обед. Есть вот такую рыбку. Друзья, хочу задать вопросы, которые наверняка вас интересуют. И сейчас Анна нам на них ответит. Самый первый вопрос это, как просто или сложно арендовать яхту, соответственно, в Турции и в Анталии. Это очень просто, особенно сейчас, когда огромное количество каналов связи. И любым удобным способом вы можете написать нам, будь то Инстаграм, Ватсап, сайт, почта, как угодно. Мы подберем оптимальные варианты, подскажем, где лучше снять яхту, какие есть возможности, какие цены, какие, может быть, дополнительные опции мы можем сделать для вас. И, собственно, все. Дальше очень просто. Друзья, для этого нужно перейти ниже под видео, там уже стоят ссылки. Ну и следующий вопрос, это, наверное, из каких портов вообще откуда можно передвигаться? Потому что наши туристы отправляются и в Аланию, и в Анталию, соответственно, в Сиде, Белек, там куда угодно. Вообще, из каких портов можно стартовать для того, чтобы отдохнуть на яхте? На сегодняшний день у нас есть яхты абсолютно во всех портах Турции. Везде, где есть оборудованный порт, да, везде, где базируются яхты, мы можем сделать для вас морскую прогулку. Единственное, есть и регионы, допустим, Сиде или Белек, где нет оборудованных портов, и оттуда мы возим гостей в максимально близкую, доступную точку. И там уже делаем прогулку. То есть, трансфер будет входить, да, правильно? Мы делаем дополнительный трансфер, обычно это дополнительная услуга, но мы всегда ее просчитываем, заранее озвучиваем вам, сколько это будет стоить. Хорошо. Аня, скажи еще такой вопрос. Вот турист приехал на отдых, и к нему, как обычно, набегают куча гидов, да, предлагают яхты, аренды, да. То есть, наверное, такой простой вопрос. Почему нужно обратиться в Анталия Люкс вместо, например, какого-то там гида, да, который что-то предлагает? Насколько разница, в чем она, наверное, вот это больше интересует меня и вас, думаю, дорогие друзья, туристы, подписчики. Ну, самая такая, знаете, колоссальная разница, которая лежит на поверхности, мы работаем очень индивидуально. Для нас каждый клиент, его удовольствие, его отзывы после прогулки на яхте крайне важны. Мы делаем все для того, чтобы наши гости оставались действительно довольны сервисом, услугами, всем тем, что происходит. В отелях, в крупных организациях немножечко это происходит не так, да, я думаю, многие могут это понимать, что клиентов очень много, они на потоке, зачастую предлагается не то, что преподносятся потом. Поэтому будьте осторожны с этим, и мы знаем о яхтах все, и мы всегда можем проконсультировать, сделать это очень доступно, индивидуально, и вы точно останетесь довольны. Аня, еще такой вопрос скажи, наверное, топ-3 или топ-5 времяпрепровождения на яхте, но все, что обычно люди бронируют, там, день рождения, там, не знаю, романтический вечер или еще что-то. Ну, самые, пожалуй, частые у нас истории, это день рождения, конечно же, потому что это красиво, классно, можно сделать на яхте. Очень часто также у нас делают предложение руки и сердца, потому что это такой романтика, что-то действительно необычное. Ну, и, пожалуй, годовщины свадьбы. Очень часто люди тоже приезжают и в своей уже второй половинке делают вот такой сюрприз на значимую дату. Аня, еще вопрос тогда, вообще, насколько заранее нужно бронировать яхту, чтобы, соответственно, успеть сюда, то есть, как бы, чтобы не приехать сюда, в Турцию, например, остаться без этой прогулки. То есть, вообще, как это все лучше сделать? Да, вопрос отличный, потому что очень часто наши гости обращаются к нам с запросом «хочу яхту завтра». И, знаете, в горячий сезон это задача из разряда невыполнимых, потому что в сезон все яхты заняты. И, конечно, чем более заранее вы позаботитесь об этом, тем больше возможностей, тем больше вариантов мы сможем вам предложить. И заботьтесь об этом заранее, тогда, конечно, будет возможностей и опций намного больше. Аня, ну вот вы называетесь «Анталия люкс», правильно? Да. Это означает, что у вас и люкс-цены, или они все-таки как-то конкурентны с другими? То есть, почему это люкс, да, и какая ценовая политика? Потому что у нас люкс-сервис, наши цены не отражаются. На этом слове «люкс» у нас абсолютно хорошие конкурентные цены, зачастую они ниже, чем у гидов в отелях. Поэтому наша фишка – это качество, это люкс-сервис, это индивидуальный подход к нашим гостям. Хорошо. Тогда вопрос о бронировании. Ну, как происходит, наверное, бронирование оплаты, да? То есть, вот мы связались там, я так понимаю, на сайте, можем ватсап, в инстаграме написать, да, как удобно. Кстати, вы можете перейти ниже под видео, там уже стоят все эти ссылки. И как происходит бронирование? То есть, предоплата или просто бронь, как вот это выглядит все? Да, когда мы с вами понимаем, на какой яхте мы останавливаемся, какие даты, какое время, мы делаем бронирование. Для этого обязательно вносится предоплата. Обычно она 20-30% в зависимости от региона, от стоимости яхты. И уже после внесения вами предоплаты, причем этот процесс тоже мы делаем максимально удобным, возможны различные варианты предоплаты. И после этого мы уже ставим бронь на яхту, она уже закрепляется за вами, не показывается никому на эти даты. И уже потом вы делаете доплату непосредственно при посадке на яхту на месте. То есть, доплату можно произвести как на сайте, да, через карту любую? На сайте, платежные системы, карты, большое количество опций. Все делаем для того, чтобы вам было удобно. Друзья, мы поговорили с Анной, но на самом деле она немножко стесняется камеру, она рассказывала вам несколько историй. Например, таких, как люди хотели отпраздновать свой день рождения, уникально, да, покупая туру гида, они попали на большую лодку, где было куча людей. И в итоге вот эта атмосфера праздника и уединения семьей, она, конечно, не получилась. И слава богу, что у них был интернет, они зашли в инстаграм, нашли их аккаунт, написали и они им предоставили как раз вот такую лодку. Это я все к чему рассказываю, о том, что действительно вот этот индивидуальный подход и частные яхты, это очень важно, да, потому что, чтобы не получился подход, да, какой-то. Где вы приезжаете на лодку, а вас кормят, например, едой, как в любом Макдональдсе, да, картошка фри и так далее. Вот посмотрите, у нас рыбка, курица, сейчас ход креветки, это уже некий уникальный продукт вместе вот с этим сервисом. Поэтому сервис действительно у них уникальный, они действительно заботятся о людях, может быть на камеру не так все четко и ясно рассказывают, но людей они очень сильно чувствуют и вы можете обратиться к ним. Ну вот, друзья, о чем я говорил, или вы хорошо отдыхаете на такой яхте, у вас свой сервис, своя музыка, или вы с толпой туристов, но вот на таком, с безумной какой-то музыкой, честно, не знаю, мне вот такой формат отдыха не очень нравится, по мне больше вот такой вариант. Сейчас они сделали потише, потому что мы здесь стоим на яхте, отдыхаем, да, поэтому они выключили музыку, но в целом вот так. Так что, друзья, выбирать вам, какой вам отдых по душе, люкс или эконом. Аня, расскажи еще, пожалуйста, про ценовую политику, ну, диапазон цен, сколько вообще это стоит, все эти услуги, развлечения и так далее, чтобы люди понимали. Ну, так как яхты очень разные, разные регионы, то, конечно же, цены тоже очень отличаются, но так, чтобы немножко вы ориентировались, понимали, Допустим, в Анталии, Алании и Кемере, если вы снимаете моторную яхту, ну, плюс-минус, вот та, на которой мы сегодня находимся, обычно это пятичасовые прогулки утром, либо четырехчасовые прогулки вечером, стоимость от 600 евро и выше. За лодку, да? За яхту, яхта индивидуальна, только для вас, для вашей компании, никаких лишних людей на ней нет, только капитан и помощник, он же повар. И в такой прогулке у вас будет включено все, команда, как я сказала, обслуживание, топливо, питание, полноценное хорошее питание у нас всегда на яхтах, это рыба, курица, салаты, закуски, фрукты, безалкогольные напитки, и на некоторых яхтах мы еще включаем вино и пиво в стоимость. Ну, тогда еще один вопрос, какие бывают они программы, именно, ну, куда съездить, насколько они продолжительные, по коротким уже стало понятно, да, вот длинные какие-то программы бывают. Ну, да, если вы хотите небольшую прогулку на несколько часов, то оптимально это Анталия, Алания, Кемир, если же вы располагаете временем, да, и очень многие, на самом деле, у нас прилетают не в отель, а прилетают именно на яхту, чтобы неделю, допустим, побыть на море, для этого очень хороши регионы, Фетхи, Гюджек, Мармарис, Бодрум, там очень много красоты, очень много необыкновенных локаций, и недельное путешествие, на самом деле, очень запоминается, очень впечатляет, и действительно, там есть что посмотреть. Ну, хорошо, да, если на недельку мы поедем, да, я понимаю, что есть там посмотреть что, да, многие видели и Мармарис у меня на видео, там, и другие места, тогда вопрос цены, наверное, сколько это, от скольки хотя бы это начинается? Если вы идете на неделю, обычно в таких случаях более популярны парусные яхты, и там стоимость начинается от 3000 евро за саму яхту, однако дополнительные опции, капитан, если необходим питание, стоянки, топливо, это оплачивается отдельно, ну, то есть плюс-минус 5000 евро и выше может стоить вам вот такая полноценная прогулка недельная на яхте, но там уже все будет зависеть от ваших пожеланий, от размера яхты, от новизны и так далее, и так далее. Друзья, в общем, я рекомендую обращаться к Анне, Анталия Люкс, по нескольким причинам, и первая причина, это цена без посредников, да, то есть без гидов и так далее. Вторая причина, это индивидуальный подход, где вы можете получить действительно уникальный сервис с уникальными вещами, продуктами, питаниями на борту, вином и так далее. Все, что, скажем, захочется вам, то вы и получите. Все ссылочки есть под видео. Друзья, теперь контакты у вас все есть, вы знаете, куда обратиться за люксовым водным транспортом, обращайтесь. Ну, увидимся в следующих видео, с вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Травел, пока. Субтитры сделал DimaTorzok